Наш вебинар. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы проводим тематический вебинар, тема нашего вебинара «Создание индивидуальной торговой системы». Безусловно, стоит отметить, что не все торговые системы подходят абсолютно всем трейдерам. У всех у нас существуют свои психологические особенности, поэтому нам необходимо выбирать исключительно торговую систему под себя. То есть, в зависимости от нашего психотипа, нам необходимо выбрать свою индивидуальную торговую стратегию. Допустим, у нас есть различные торговые стратегии, есть краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные, есть, допустим, торговля по тренду, есть торговля контртренд. Допустим, те трейдеры, которые любят торговать долгосрок, им, допустим, скальпинг совсем не подходит, наоборот, трейдеры-скальперы, они не могут торговать долгосрок, поэтому нам необходимо в первую очередь определить наш психотип. Традиционно в биржевой среде выделяют консервативных и агрессивных трейдеров Некоторые специалисты также указывают на сбалансированных трейдеров Однако такой метод встречается больше в инвестировании То есть сбалансированный подход, когда берутся средние риски, средние доходности И исходя из этого составляется индивидуальный портфель А непосредственно в трейдерской среде, то есть не в инвестиционной среде То есть инвестирование на более длительный горизонт времени В трейдерской среде традиционно выделяют два типа биржевых игроков Это агрессивные и консервативные К консервативным относятся те трейдеры, которые не любят рисковать То есть они готовы даже смириться с тем, чтобы получить небольшую доходность Но они крайне боятся рисковать Поэтому данный метод называется консервативным трейдингом И напротив, если трейдер любит рисковать Трейдер готов получить максимальную прибыль Но при этом он готов допустим и нести риски Там 30-40-50% от депозита Возможно даже трейдер настроен и полностью на слив депозита Есть такое в России и вообще в странах СНГ Любимое занятие это разгон депозита у трейдеров То есть допустим трейдер открывает депозит на 50-60-70 долларов Такие небольшие величины Может быть даже 100 долларов, 200 Но крайне редко даже до 100 долларов дело доходит Обычно там 30-40 долларов И начинается разгон так называемый Там до 1000 Потом с 1000 до миллиона Ну и там уже дальше Когда трейдер думает, что миллион достигнет Там уже необходимо стремиться к уровню Уоррена Баффета Там уже выходить на миллиардный доход И получается так, что на 99% в 99 сотых Трейдер не разгоняет свой депозит До миллиона напротив все деньги сливает Так у нас сложилось на практике Но в теории многие трейдеры почему-то думают Что можно разогнать свой депозит Поэтому сначала мы должны определить свой психотип Кто мы Либо мы консервативные трейдеры Либо мы агрессивные трейдеры В этой связи, если мы консервативные трейдеры То для нас лучше всего подходит Среднесрочная, долгосрочная торговля То есть можно допустим торговать Либо позиционно в течение От нескольких дней до нескольких недель Либо долгосрок, несколько месяцев Или возможно год Почему для консервативных трейдеров Данный подход крайне удобен Потому что во-первых им не нужно Очень много времени уделять непосредственно торговле То есть допустим если мы торгуем долгосрок У нас там 1-2 сделки в год Мы держим позицию по тренду В течение нескольких месяцев То здесь нам необходимо определить тренд И заслеживать его Также смотреть на несколько показателей И по сути дела больше ничего не надо То есть можно даже раз в неделю На один раз в неделю включить свой компьютер Там на один часик, может быть на полтора часа Провести небольшой анализ Убедиться что тренд еще существует И позицию дальше удерживаем Если какие-то изменения То можно как-то корректировать свою позицию То есть это большой плюс Для консервативных трейдеров Также в чем здесь преимущество В том, что здесь торговля Ведется с большим размером стопа Потому что долгосрок Поэтому здесь получается так Что если вы правильно определили направление То с большей долей вероятности У вас не будет сильной коррекции И соответственно вам не придется переживать За возможные стоп-лоссы То есть конечно везде есть стоп-лоссы Нет таких трейдеров, которые стопы не получают Но если со временем научиться правильно инвестировать Торговать долгосрок Потому что это долгосрочная торговля Это по сути дела инвестирование Тогда можно все-таки добиться хорошего соотношения Стоп-лосс и тейк профит И тем самым вы сбережете свои нервы То есть не будете много переживать Нервничать Плюс не так много времени надо уделять торговле Поэтому для консервативных трейдеров Такая среднесрочная Там несколько недель, несколько месяцев Долгосрочная торговля наиболее привлекательна Если вы трейдер, который любит рисковать То есть хотите получить высокую доходность То здесь безусловно надо понимать Что крайне тяжело Допустим много получить Высокую доходность При долгосрочной торговле Конечно тоже бывают такие периоды Бывают хорошие тренды длительные Но это тоже бывает не всегда Очень часто тренды бывают не такие уже длительные Поэтому если вы торгуете долгосрок То можете не получить ту доходность Которую можно получить при краткосрочной торговле Не обязательно, что краткосрочная торговля Это скальпинг Краткосрочно торговать можно и в течение Несколько часов, нескольких дней Это все тоже к краткосрочной торговле Относится, потому что допустим Если вы открыли позицию в понедельник И закрыли ее в среду То это явно не долгосрок И также не средний срок Это тоже самое Краткосрочная торговля Просто такая более длительная Поэтому здесь стоит также отметить, что не обязательно каждому трейдеру быть скальпером Потому что скальпинг это все-таки такой очень трудоемкий вид трейдинга Здесь необходимо, во-первых, большое количество свободного времени Поэтому если, допустим, у вас нет много свободного времени, вам скальпинг не подходит И также здесь необходимо иметь стрессоусочивость Потому что стресс очень сильный, очень сильная нагрузка на нервную систему Скальперы совершают обычно по 10-20 сделок в день 10 даже крайне редко Очень много сделок, такие небольшие сделки, ловят несколько пунктов, закрывают сделку Поэтому здесь всегда необходимо понимать, что, допустим, из 15 сделок, наверное, половина сделок будет убыточной Или около половины Сами скальперы даже об этом говорят, что у них обычно где-то около половины сделок убыточной у хороших скальперов Поэтому сами посудите, вам каждый день придется видеть, наверное, раз 5-6-7 Как вы ловите стоп-лосс, то есть теряете деньги, потом зарабатываете, но опять теряете То есть не каждый может это выдержать чисто психологически Потому что, допустим, кто-то вообще не любит, чтобы он терял деньги И в этой связи, допустим, если вы вошли в череду немножечных сделок Получили там 3-4 стопы подряд, пускай они и короткие, но тем не менее вы их получили У многих срабатывает такой инстинкт, у многих людей это как в казино То есть игрок в казино, трейдер начинает уже делать любые действия, чтобы отыграться А этого делать крайне нельзя в биржевой торговле Потому что здесь, если начнете отыгрываться, получите еще больше убыток Поэтому скальпинг здесь необходимо иметь большое количество свободного времени Стрессоустойчивости плюс железную дисциплину Очень много в мире трейдинга скальперов Но тем не менее крайне мало данных скальперов, которые достигли успеха Потому что, допустим, есть у них много времени Но тем не менее стрессоустойчивость низкая и плюс дисциплина отсутствует То есть рано или поздно, обычно рано чем поздно, трейдеры начинают играть в казино То есть они уже забывают о том, что они находятся на финансовом рынке Они уже полностью поглотились этим моментом, чтобы отыграть свои убытки И в итоге они теряют деньги Поэтому здесь тоже необходимо для себя отметить, что можно торговать в краткосрок Но, допустим, в течение нескольких часов или даже нескольких дней Поэтому здесь тоже каждый для себя сам должен решить, что ему подходит Либо скальпинг, либо, допустим, в целом краткосрочной торговли Либо среднесрок и долгосрок Вот как только мы определили, что же нам больше по душе Что же нам подходит, исходя из наших психологических особенностей Затем мы уже переходим к второму этапу То есть сегодня мы поговорим о том Об алгоритме создания индивидуальной торговой стратегии То есть сейчас я вам расскажу основные правила Вы уже сами для себя потом решите Какой у вас психотип трейдера И далее другие пункты Мы сейчас о них подробно поговорим И затем уже вы сами сможете для себя Уже непосредственно составить свою индивидуальную торговую стратегию По этому алгоритму Еще раз подчеркну, что у всех у нас свои психологические особенности Поэтому у всех у нас должна быть своя строго индивидуальная торговая стратегия Основная сложность это тестирование торговой стратегии Что-нибудь можете посоветовать Олег, обязательно об этом поговорим Чуть попозже Я так понимаю, тестирование Вы в первую очередь имеете ввиду Наверное, технический анализ Если я вас правильно понимаю Уточните, пожалуйста Одна сделка плюс 100% депозиту И с риском 50% Да, Лев, есть такие вот методы разгона депозита Обычно многие трейдеры, которые разгоняют депозиты Разгоняют его без стоп-лоссов То есть не используют абсолютно стопы Но очень часто в итоге рынок наказывает данных трейдеров Здесь необходимо четко понимать, что Любой финансовый рынок У нас традиционно выделяют 4 рынка Это валютный, рынок фондовый, товарный, облигационный 4 вида финансовых рынков Так вот, на финансовых рынках никто просто так вам деньги не раздает Вот допустим, если у нас самый популярный рынок Это валютный рынок Форекс То здесь, получается, торговля ведется между банками И другими профессиональными участниками Институциональными инвесторами с одной стороны И розничные трейдеры с другой стороны Вы сами посудите, допустим, Лев Вы торгуете против какого-нибудь финансового института И, соответственно, либо вы победите, либо он победит Грубо говоря, берем такую терминологию Если вы, допустим, делаете риск 50% И хотите разогнать свой депозит То профессиональные участники финансовых рынков У них крайне редко, когда риск на сделку превышает 2% Это очень редко 2% Обычно у них меньше процента У них портфельная торговля сбалансированная Я думаю, если бы все так было просто Они бы тоже, наверное, ставили бы 50% риск на сделку И тоже бы разгоняли депозиты Но они почему до этого не делают Теперь вопрос, почему? Наверное, все так просто На этом рынке никто просто так нам деньги не раздает И здесь для того, чтобы зарабатывать Необходимо очень сильно потрудиться Потому что бытует у людей такое мнение Что вроде бы здесь халява у нас То есть пришел, там пару кнопочек нажал На денежку получил, вывел, потратил То есть никакой халявы нет Здесь вы торгуете против других участников рынка Как розничных клиентов рынка Форекс Так и профессиональных участников Вот, допустим, у нас есть фонд Фонд Квантум, да, хедж-фонд Знаменитый Джордж Сорос Он очень активно спекулирует на валютном рынке Форекс Я думаю, все читали про его знаменитые там операции Как он в содружестве с другими финансовыми институтами Привел в замешательство Банка Англии То есть все почему-то говорят, что Сорос Только один в одно лицо провел такую операцию Нет, там была целая группа лиц по сговору Ну вот, другие участники остались в тени То есть не стали светить свои успехи А вот Сорос решил все-таки публично об этом рассказать Поэтому данную операцию Исключительно записывают в актив именно Соросу Так вот, допустим, есть фонд Квантум Там Сорос и его родственники, сыновья и прочие внуки И спекулируют валюты И вы, допустим, спекулируете валюты Но сами посудите, у них гораздо больше капитала Больше информации, как в том числе и инсайдерская И у них новейшие информационно-аналитические торговые системы И, соответственно, вы, допустим, с терминалами Это трейдер пытаетесь раздавать депозит Рискуете на максималку Там 50% от депозит А фонд Сороса там заходит полпроцента от депозита Еще даже меньше, 1% Соответственно, для чего им это необходимо делать? Если у них такие возможности, они бы тоже так заходили Но они почему-то не заходят Потому что они понимают, что помимо их фонда Есть и другие фонды, которые также ждут Где же в итоге кто-то ошибется, чтобы эти денежки забрать Поэтому я ни в коем случае не рекомендую входить на такие большие риски На мой взгляд, максимальный риск для опытного трейдера Если трейдер опытный, года 3 торгует положительно Или хотя бы 2 года И он очень сильно уверен в своей торговой стратегии И он агрессивный трейдер, любит рисковать На мой взгляд, 10% это максимальный риск Который только может быть Еще раз подчеркну, для опытного трейдера Если трейдер начинающий, то 2% здесь тоже максимальная планка Тестирование, в принципе, это, да, теханализ Фундаментально разный, разный можно Если может, то как Олег, благодарю вас за комментарии Поговорим обязательно о тестировании Чуть позже Сейчас мы поговорили о психотипе И сейчас, когда мы уже выбрали, допустим, психотип Вот расскажу про себя То есть я сам по себе тоже трейдер агрессивный Готов рискнуть, чтобы получить повыше доход Соответственно, когда мы определили наш психотип То нам необходимо уже выбрать рынок На котором мы будем торговать Стоит отметить, что торговать можно, конечно, на любом валютном На любом рынке, на любом финансовом Я уже говорил о том, что у нас финансовый рынок делится на валютный рынок Фондовый, товарный и облигационный Наша компания FreshForex Можем торговать и инструментами валютного рынка Фондового рынка CFD на акции, американский CFD На фондовый индекс И также товары Наиболее популярные Это золото, нефть, металлы Нет только облигаций И с одной стороны, конечно, можно торговать везде Но с другой стороны, здесь тоже есть свои определенные особенности Которые тоже необходимо учитывать Исходя из нашего психотипа Так вот, для консервативных трейдеров лучше всего подходит валютный и фондовый рынок Где у нас тренды, если появились, то они длятся достаточно долго То есть, допустим, вот все вы можете посмотреть на график той же самой пары евро-доллар Или, допустим, график пары доллар-японская иенда Любой основной валютной пары То у нас тренды длятся очень долго Вот, допустим, по паре евро-доллар Смотреть на недельные свечки или на свечки месяц То у нас уже скоро как год будет нисходящий тренд Мы начали его с отметки 1.40 практически И вот дошли до отметки 1.04.80 То есть, за менее чем 9 месяцев То есть, получается, такой устойчивый тренд Он сформировался Он длится очень долго И в этой связи мы можем открывать среднесрочные, долгосрочные позиции И также на этом зарабатывать То же самое в большей степени касается и фондового рынка Здесь, если тренды появились, то они тоже длятся очень долго Посмотрите, допустим, на американский фондовый рынок Почему говорю о американском? Потому что это у нас эталон На мировом фондовом рынке У нас все мировые биржи, они двигаются именно за Америкой То есть, Америка это локомотив Если Америка растет, все остальные тоже растут Америка снижается Даже если, допустим, на других рынках все хорошо То другие рынки тоже корректируются Пускай не так сильно Но, тем не менее, тоже тенденция вниз Потому что все-таки все идут за Америкой Посмотрите на американский рынок Как только у нас был кризис 2008 года Он завершился И объявили о начале широкомасштабного КУЕ Со стороны Федрезерва И у нас сразу же хороший устойчивый тренд С март 2009 года Который, по сути дела, продолжается до сих пор Конечно, бывают коррекции Коррекции бывают очень такие значительные Там на 10% от максимального значения На 15% Но, тем не менее, все равно Уже получается с марта 9-го Сейчас, с апреля 15-го Это 6 лет 6 лет у нас идет восходящий тренд И также на этом можно заработать То есть, как мы уже говорили Консервативные трейдеры Это те трейдеры, которые не любят рисковать И которые готовы заработать То есть, они хотят заработать выше, допустим Чем доступны инструменты То есть, у нас обычно доступны инструменты Для заработка это Банковский депозит Но это даже не столько инструмент для заработка А просто инструмент сбережений То есть, трудно назвать это заработком Потому что ставки достаточно невысокие И крайне редко превышают инфляцию Поэтому здесь консервативные трейдеры Они ищут источники заработка Уже выше, чем ставка банковского депозита Там в 2 раза, в 3 раза Или, возможно, чуть больше Поэтому здесь, на мой личный взгляд Валютный и фондовый рынок Хорошо подходят для консервативных трейдеров Для агрессивных трейдеров Идеально подходят все рынки То есть, и валютный, и фондовый, и товарный рынок Товарный рынок даже больше Потому что на нем очень высокая волатильность Посмотрите на любой инструмент товарного рынка Вот взять уже, допустим, самую нефть Вчера у нас было снижение нефти Сходили вниз почти на 5% Сегодня у нас рост по нефти То есть, нефть может в течение недели И вверх и вниз сходить на 4-5% В обе стороны Поэтому волатильность очень высокая И для краткосрочных трейдеров Для скальперов Также для них такая высокая волатильность Это крайне позитивно Поэтому они на такой волатильности зарабатывают Поэтому также все зависит от вашего психотипа Какой у вас психотип И в этой связи, соответственно, выбираем тот рынок На котором мы будем торговать Так, ну зато большой фонд Это больше инсайда Больше слив информации Те же трейдеры, которые работают в этих фондах Наверняка пользуются своей информацией Так что большой фонд Скорее всего Сложнее торговать И потом большое движение Легче заметить конкурентом этого фонда Тоже Сорос обычно Цитирует, как он Унизил Банк Англии Но ведь Сорос довольно много И сильно проигрывал Тот же миллиард, который он сделал на Банке Англии И он слил потом Олег, действительно, вы тоже в целом правы То есть фондам тоже тяжело Друг с другом конкурировать Потому что много фондов в мире И хедж-фондов И пенсионных фондов Страховых Все они друг с другом конкурируют Поэтому Здесь, безусловно, вы правы Но что касается В целом, о чем я говорил Я говорил о том, что крайне нежелательно Чтобы трейдеры брали на себя большие риски Потому что Если бы у нас, допустим, были такие трейдеры Которые разогнали там Со 100 долларов депозит до миллиона Я думаю, нам бы тоже О них было известно Они бы кричали на каждом углу О том, что они сделали такую возможность И мы бы, допустим, о них знали Тем не менее, таких трейдеров нет А вот истории о том, как трейдеры Открывают депозит на 50-60 долларов И сливают его за одну неделю Я таких историй, наверное, слышу каждую неделю Поэтому получается Все-таки лучше не рисковать так сильно Как я уже говорил 50% риск на сделку Это получается Мы получаем 2 убытка И все, у нас нет депозита Я думаю, мы можем запросто получить 2 убытка То есть абсолютно любой трейдер Не застрахован от того, чтобы получить 2 убытка подряд Вне зависимости от того, опытный он или неопытный Новичок Может, допустим, и новичку повезти несколько раз А потом он все сольет Может быть и опытный трейдер Также получить 2 убытка подряд Здесь 2 убытка 50%, 2 стоп-лосса И мы потеряли наш депозит Поэтому это крайне ничтожная величина Поэтому здесь я крайне не рекомендую Делать такие действия Открываться на такие завышенные риски То есть везде должна быть мера Не стоит жадничать Особенно на финансовых рынках Как только мы определили Наши психотипы Подобрали соответствующий для нас рынок Необходимо уже перейти к следующему элементу Вставления торговой системы Это какой анализ использовать Уже не один десяток лет Между трейдерами идет жаркий спор Какой же анализ Использовать торговлю Кто-то настаивает только на техническом анализе И указывает на то, что Необходимо анализировать только график Все факторы уже в котировках И так далее и тому подобное Кто-то напротив говорит, что техника это вторична Нужно изучать фундаментальный анализ Потому что именно макроэкономика двигает рынками И вот постоянно такие дискуссии происходят Очень жаркие И во все времена они были И сейчас продолжаются в том числе На мой личный взгляд Наиболее эффективно использовать оба вида анализа Потому что нету таких трейдеров Которые зарабатывают с учетом на теханализе Конечно есть допустим Такие мнения, что там трейдер может написать Я зарабатываю только на теханализе И так далее и тому подобное Как только допустим Попросишь у данного трейдера Посмотреть историю его торгов За 5 лет трейдер начинает молчать Потому что такой истории нет Я не спорю, что можно зарабатывать На одном виде анализа В течение там одного-двух лет Но вот что в долгосрок И только лишь на теханализе Заработать крайне тяжело И практически невозможно Потому что рынок у нас постоянно меняется А меняется он в первую очередь За счет фундаментальных факторов Вот допустим В 2000-х годах у нас Как у нас определяются тренды Возьмем самый популярный рынок Это финансовый рынок Это валютный рынок Форекс Так вот тренды у нас определяются Исключительно центральными банками То есть их денежно-кредитной политикой Если посмотреть на середину 2000-х То есть до кризиса 2008-го года Ставки были очень высокие Причем во всех странах развитых Потом после кризиса Центробанки синхронно снизили ставки Практически до нуля Соответственно пошла уже другая политика Очень много денег появилось Соответственно тренды другие уже пошли Поэтому постоянно у нас происходит Изменение различных фундаментальных факторов Которые приводят к изменению рынка И те моменты допустим Которые работали 3 года назад Они уже сейчас могут не работать И соответственно сейчас могут появиться Уже другие элементы Об этом также говорят и сами трейдеры Которые активно используют теханализ Потому что постоянно рынок меняется И постоянно приходится что-то изменять Поэтому если допустим Кто-то думает что взял индикатор И с помощью данного индикатора Я постоянно буду зарабатывать То даже те трейдеры Которые торгуют только по технике Они постоянно меняют Что в своих индикаторах Меняют настройки Либо уже отказываются от одних индикаторов И переходят на другие Я также встречал мнение одного трейдера Который торгует только по теханализу Торгует уже несколько лет успешно Но у него вообще 12 торговых систем То есть получается он торгует по технике Но у него 12 индикаторов И на каждый индикатор у него своя торговая система И он сам мне говорит что он торгует постоянно Разными системами То есть если у нас один период рынка Подходит допустим некоторая система Как только рынок меняется Он уже переходит на другие системы Потому что предыдущие его системы будут давать сбой И он сольется И он говорит что как только он видит что счет начинает просадку Уходить он сразу же система бросает свои прежние И уже переходит на другие системы То есть получается если использовать Строго допустим там 1-2 индикатора Или 3 технических То крайне тяжело заработать Потому что рынок постоянно меняется И в этой связи На множественный взгляд Необходимо комбинировать оба вида анализа Не нужно отказываться Не от технического анализа Не нужно отказываться Не от фундаментального анализа Наиболее эффективно Применять именно комбинирование То есть использовать и фундамент и технику Посмотрите на тех же профессиональных участников Финансовых рынков Они делают то же самое У них есть и фундаментальный анализ В арсенале И технический анализ Они все суммируют Определяют в итоге сильные сигналы И их торгуют Они не торгуют только по фундаменту Не торгуют по технике Они используют оба вида анализа То же самое необходимо делать нам Частным трейдерам С помощью фундаментального анализа Нам необходимо определить тренд То есть лучше всего торговать конечно по тренду Потому что здесь торговать во-первых попроще И во-вторых менее рискованно Если мы увидели тренд Определили его То шансы на то что мы сольемся Крайне невысоки Потому что если тренд у нас все-таки есть на рынке То тренд он устойчивый И длится он не один день Не одну неделю Тренды обычно длятся очень долго Поэтому здесь лучше всего Именно торговать по тренду И с помощью фундаментального анализа Лучше всего определять тренды То есть если мы торгуем краткостроем Мы торгуем консервативно То есть мы консервативные трейдеры Торгуем долгосрок То нам необходимо определить Разницу между монетарными политиками Центральных банков То есть допустим берем если пару евро-доллар То определяем монетарную политику Европейского Центробанка И Американского Федрезерва Что это значит? Это значит что нам необходимо искать разницу И сейчас такая разница присутствует Европейский фундаментальный банк проводит Стимулирующую политику То есть политика дешевых денег а Федрезерв, напротив, уже весь в ожидании, весь готов ставки повышать, соответственно, получается уже агрессивная политика, и на этой разнице, и вот на этих ожиданиях мы видим снижение котировок пары евро-доллар. Если мы торгуем краткосрочно, то здесь необходимо уже смотреть на непосредственно макроэкономические индикаторы, к сильным индикаторам относятся данные по инфляции, не только данные по инфляции, CPI, допустим, индекс привлеческих цен, но также и компоненты инфляционные, это личное потребление, расходы домохозяйств, это также средний заработок, если заработок увеличивается, то инфляция также будет увеличиваться через некоторое время, и также цены на нефть, энергоносители. И также рынок труда, это данные по особенности безработицы, общий уровень безработицы, по Америке это информперлсы, ну и третий важный макроиндикатор, это ВВП, который, по сути дела, уже также можно прогнозировать, исходя из компонентов инфляционных и по рынку труда. Вот, по сути дела, три важные группы, это инфляция, рынок труда, занятость и ВВП, на которые необходимо обращать внимание, то есть на эти компоненты, и также мы их определяем, смотрим, куда же в итоге нам указывают эти компоненты, и определяем тренд, тренд либо наверх, либо вниз. Ну а затем уже с помощью технического анализа мы определяем, где же нам войти в рынок, где же нам из него выйти, где поставить стоп-лосс. То есть с помощью фундаментального анализа мы никак не можем определить, где же нам в итоге войти. Конечно, можно делать расчеты, проводить различные макроанализы, говорить о том, что валюта переоценена, недооценена, там до такого-то уровня, но это уже больше подходит для экономистов. Нам же трейдерам необходимо четко знать, где нам войти, где нам выйти, соответственно, нам необходима точка входа и точка, где поставить стоп-лосс, где тейк-профи. Допустим, мы определили тренд и, соответственно, уже переходим к технике, настраиваем индикаторы. На мой личный взгляд, наиболее разумно использовать один индикатор трендовый, допустим, либо полосы Болинджера, которые сейчас забраны на нашем слайде, вот данный индикатор верхней части, либо, допустим, и также еще, либо к этим трендовым индикаторам скользящие средние, полосы Болинджера, это те же самые скользящие средние, только с некоторым видоизменением. Так вот, наиболее эффективно это полосы Болинджера, скользящие средние, либо простые, либо экспансальные, то есть кому как удобно. Там разница не особо критичная. И также необходимо смотреть на осцилляторы. Осцилляторы, они хорошо показывают тенденцию в боковике, в афлете, то есть осцилляторы это MACD, 100 High Stick, RCI, три популярных индикатора, они простые в применении и очень эффективные. То есть не нужно там изобретать велосипед, искать, допустим, какой-то суперосциллятор или супертрендовый индикатор. Обычно все данные супериндикаторы, которые рекламируются в интернете, это всего лишь навсего повторение тех же самых скользящих средних или, допустим, RCI, 100 High Stick, только немного видоизмененные. Ничего там супер такого важного нет. Если у нас есть тенденции устойчивые вверх или вниз, соответственно, мы используем полосы Больнджера или скользящий средний. Если у нас флэт на рынке, тогда лучше всего использовать именно осцилляторы, RCI, 100 High Stick и MACD. И, соответственно, допустим, вот у нас здесь представлен график, часовые свечки, пара фунт-доллар. Условно говоря, есть у нас тенденции на рост котировок пары фунт-доллар, также фундаментальный фон все это подтверждает. У нас, то есть, есть тренд. Тренд наверх, краткосрочный. Соответственно, где нам заходить, вот, допустим, если у нас есть полосы Больнджера, то лучше всего заходить от средней линии. Соответственно, допустим, здесь устанавливаем покупку и, допустим, здесь уже на верхней линии фиксируем прибыль или чуть повыше. Соответственно, получаем точки входа, и стоп-лосс, допустим, можно разместить чуть ниже нижней линии. Либо, допустим, другой вариант, тогда у нас получится соотношение стоп-лосс с тейк-профитом 1 к 1. Наиболее эффективно, конечно, торговать, чтобы стоп был поменьше, чем тейк-профит. Не обязательно, чтобы тейк-профит был 3 к 3 к 1. Этого достичь крайне тяжело. Хорошо, даже если 1 к 1,5, 1 к 2, это тоже крайне хорошо. Поэтому здесь мы, получается, входим и ставим тейк не здесь, а уже чуть повыше, где-нибудь, грубо говоря, вот здесь. И ждем роста котировок. То есть у нас уже есть точка входа, точка стоп-лосс, точка тейк-профита. Данные точки мы определяем исключительно с помощью теханализа. И, как я уже говорил, популярные индикаторы и достаточно эффективные. Это, скажем, еще средние полосы Боллинжера, трендовые индикаторы. И 100-хастик, RSI, MACD, это осцилляторы. Можно использовать другие, какие вам удобны. Но данные индикаторы, они очень просты в применении и очень эффективны. То есть зачем изобретать велосипед, зачем тратить время на то, чтобы, скажем так, изучать более внимательно рынок с помощью других индикаторов, когда есть у нас уже готовые в Метстрейдере индикаторы, которые работают очень эффективно. И их также можно применять. Поэтому, на мой взгляд, не нужно усложнять себе жизнь. Если есть хорошие элементы, нужно их использовать. Так, Александр, как вы относитесь к нейросетям? Цикл на основе максимальной антропии. Они проанализировали кучу технического анализа. Почти все сливают. Может, теханализ это все чушь. Олег, благодарю за вопрос. Что касается нейросети, вы знаете, я никак к этому не отношусь. Неположительно и отрицательно, потому что сам особо глубоко в это не вдавался. Для меня лично все это тяжело. Я все-таки сторонник более простого вида анализа. Я изучаю технические анализы фундаментальные и на этом принимаю торговые решения. Что касается теханализ, там почти все сливает. Я уже говорил о том, что рынок у нас меняется периодически. То есть, у нас не бывает такого, что исключительно всегда у нас рынок движется в одном направлении. Как раз рынок меняется под воздействием непосредственно макроэкономических показателей, то есть фундаментальных факторов. Поэтому для того, чтобы нам достичь успеха, нам необходимо изучать оба вида анализа. Конечно, у нас много очень дебри в теханализе, очень много дебри в фундаментальном анализе. В этой связи, на мой личный взгляд, лучше выбрать самое основное. И это самое основное изучать и исследовать, и затем уже принимать торговые решения. Что касается основного по фундаменту, я уже сказал, это компоненты инфляционные, компоненты занятости и также ВВП. И что касается теханализа, то также индикаторы простые, эффективные, я тоже указал. На мой личный взгляд, этого всего достаточно для того, чтобы вести успешную биржевую торговлю. Так, дайте, пожалуйста, ссылку на ваш вебинар по скользящим средним и стахастику. Александр, что касается ссылки, я сейчас дать ее не могу, потому что эта ссылка где-то в архиве находится. Поищите, пожалуйста, на нашем сайте. Мы такие вебинары проводили и по скользящим средним, и по осцилляторам. Вебинары такие были. То же самое мы проводим вебинары и по фундаментальному анализу. Вот совсем недавно мы проводили очень интересный вебинар по облигациям. Это очень интересный компонент фундаментального анализа. Очень хороший опережающий индикатор. В том числе вот у нас и сегодня тоже получились такие сигналы уже ближе к американской торговой сессии. На облигационном рынке доходности американские подрастали, а его конкурентов американских, это европейские и британские, падали. И получился у нас уже ближе к американской торговой сессии сигнал вниз по паре евро-доллара по паре фунт-доллара. Те, кто следят за облигационным рынком, я думаю, увидели этот сигнал. Сигнал был очень хороший, то есть спреды расширились, особенно по паре фунт-доллар. Там было очень сильное расширение, как раз именно ближе к американской сессии. И вот в итоге мы видим снижение пары фунт-доллар. Поэтому такой вебинар мы тоже проводили. Мы в нашей компании FreshForex стараемся проводить вебинары по фундаментальному анализу, техническому анализу, по правилам управления капиталом. Поэтому все такие вебинары мы проводим. Что касается ссылок, уважаемые коллеги, тогда я постараюсь сегодня посмотреть в архиве. И завтра приглашаю вас на наш вебинар в пятницу в 10.30 московскому времени. Вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Принять участие можно в нашем сайте freshforest.org в разделе «Обучение и видеоуроки». И там я тогда опубликую ссылки в чате на данный вебинар. Вебинары такие мы проводили. Поэтому еще раз всех призываю использовать оба вида анализа. Ни в коем случае не игнорируйте технику, ни в коем случае не игнорируйте фундамент, потому что все у нас взаимосвязано. И самый хороший сигнал получается тогда, когда технические анализы, фундаментальные анализы, показывают одно направление. Допустим, техника указывает на вниз или вверх. Фундамент тоже самое указывает. И, соответственно, у нас очень хороший сигнал. Конечно, данные сигналы не стопроцентные. Всегда можно получить стоп-лосс. Даже если и техника, и фундамент указывают одно и то же направление. У нас на рынке много участников. И в этой связи мы, допустим, можем поставить там 100, по 30, 40, 50 пунктов. И наш стоп-лосс может сработать. А потом рынок пойдет как раз в то направление, которое мы определили. Такое тоже бывает. Но, тем не менее, в целом, в большинстве случаев, хорошие сигналы, которые по технике, по фундаменту, пока с одно направление, они отыгрываются именно в плюс. После того, как мы уже определили для себя основные элементы фундаментального анализа и технического, то есть выбрали для себя и фундаментальные индикаторы, и технические, необходимо также поговорить о его правиле управления капиталом. Без этого тоже никуда. Здесь, на мой личный взгляд, необходимо всегда использовать следующие два момента. Первый – это необходимо всегда ставить стоп-лосс. Те трейдеры, которые торгуют без стопов, они всегда обречены на провал. Я вот сам тоже был таким трейдером, который торговал без стопа. То есть у меня стоп был на весь депозит. Был такой период в моей трейдерской деятельности, в самом начале. Я тогда думал, что стоп-лоссы придумали брокеры. Для того, чтобы я их ставил, и в итоге эти стоп-лоссы срабатывали, я терял свои деньги. Вот было такое у меня заблуждение. Я думаю, оно присутствовало у многих трейдеров, особенно у многих новичков. То есть многие думают, что стопы специально кто-то придумал. Я был тоже в этом числе. Я прям категорично так настаивал, что стоп-лоссы ставить не нужно. Получалось некоторое время торговать успешно. Затем получались большие просадки. То есть я, допустим, видел, как мой счет уходил на минус 30% от депозита. Я сразу же закрывал. Но в один прекрасный день получилось так, что я находился далеко от торгового терминала. На рынке повысилась волатильность. И в итоге, когда я уже открыл свой торговый терминал, там у меня были нули по моему торговому счету. Я все-таки не остановился. Опять так же продолжал торговать без стопа. Но и второй раз то же самое. Дядя Коли Маржин. Есть такое выражение в трейдерской среде. Дядя Коли Маржин пришел ко мне в гости. Второй раз постучался в дверь. Тогда я уже понял, что, наверное, это тренд. То есть если первый раз у меня слив депозит, второй раз слив депозит уже тенденция, это тренд. Тренд, причем негативный для меня. Мне необходимо тренд менять. Поэтому я лично всем рекомендую торговать только по стопам. В стопах нет ничего критичного. Если мы стоп получили, то это даже и больше плюс. То есть можно посмотреть на эту сделку, проанализировать ее, посмотреть, где же ошибки. Потому что стоп можно получить, допустим, мы все правильно. Можно определить и по фундаменту и технике. Тем не менее, получили стоп. Как я уже говорил, допустим, мы можем войти в рынок на одном уровне. А тем не менее, много заявок у маркетмейкеров будет ниже, чем наш уровень. И в итоге рынок сходит ниже. Мы получим стоп. И затем рынок пойдет в нашем направлении. Поэтому мы получили вроде бы стоп. Все правильно сделали. Тем не менее, стоп получили. Здесь тоже можно проанализировать. Для будущих сделок. Или, допустим, мы можем получить несколько стопов из-за того, что потеряли мы чувство контроля, самосохранения и стали отыгрываться. Это все тоже крайне негативно. Получили стоп за стопом подряд. Поэтому в чем-то стопы даже плюс. Можно всегда проанализировать. Посмотреть на свои сделки. Записать все эти сделки негативные. И их проанализировать. Поэтому стопы необходимо ставить всегда. То же самое делают профессиональные участники рынка. Они всегда ставят стопы. Поэтому на мощный взгляд необходимо ориентироваться на профессионалов и стопы ставить. И также второй элемент. Необходимо вести для себя риск-менеджмент. То есть не просто правила управления капиталом. Допустим, я торгую. У меня риск на сделку 1% в день, 2% и все. Нет. Необходимо для себя вести строгий риск-менеджмент. Что это значит? Это можно выбрать различную информацию. Я вот здесь на слайде указал следующие моменты. Риск 1% в день у депозита. Соответственно 2% в неделю и 4% в месяц. То есть при таком подходе. То есть подход может быть абсолютно любой. Можно брать меньше 0,5% в день. 1% в неделю. Можно брать побольше 2% в день. 4 недели 8 в месяц. Это уже для агрессивных трейдеров. Здесь такой подход. Такой метод он подходит как для консервативных, так и для агрессивных трейдеров. Консервативным можно даже и поменьше. Допустим, 0,5% в день. Но если консервативный трейдер торгует долгосрок, то здесь у них уже получается в день отпадает. То есть данный метод больше для агрессивных трейдеров подходит, которых большинство на рынке. Поэтому я и указал данный именно метод. Консервативных трейдеров все же меньшинство. В основном все трейдеры, которые приходят на финансовые рынки, их задача и их желание заработать, причем заработать очень много. Есть такая поговорка известная. Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Поэтому все трейдеры, которые приходят на рынок, им хочется всего и сразу. В том числе и мне также хотелось этого. Я думаю, абсолютно многим этого хочется. Так уж устроена психология человека, никуда от этого не деться. Поэтому данный элемент, он больше подходит для агрессивных трейдеров, которых на рынке абсолютное большинство. Поэтому мы торгуем 1% в день, можно чуть побольше, можно чуть поменьше. Вот такой средний метод я вам предлагаю. Вы уже сами можете для себя выбрать, что вам наиболее удобно. Если мы сегодня зашли в позиции, это не обязательно, что на одну позицию 1% в день. Это в целом риск на день. То есть мы можем открывать хоть 10 позиций, если мы скальперы, то мы можем и 20 позиций открыть. Но наш максимальный риск это 1%. То есть мы не должны выйти за эти рамки. Строго для себя определили 1% в день. Если, допустим, у нас депозит 1000 долларов, условный пример, то 1% это 10 долларов. Соответственно, наш лимит потерь на сегодня 10 долларов. Если у нас было 1000 в начале дня и к завершению дня осталось 990, значит все, мы этот лимит достигли, все, мы торговлю прекращаем. Даже если нам кажется, что рынок вот сейчас развернется прям. То есть мы вот увидели, что суперсильные сигналы появились, ни в коем случае ничего делать не надо, все, мы потеряли все деньги, которые у нас на сегодня были запланированы. То есть мы лимиты достигли. Необходимо строго остановиться и как раз вот это крайне тяжело. Обычно многие трейдеры, они бегут в погоню за рынком, то есть они пытаются отыграться. И в итоге мы уже видим в большинстве случаев не 1% в день убытка, а 2, 3, 4 и больше. Поэтому нам необходимо для себя выработать строгую дисциплину. Строгая дисциплина – залог успеха. Поэтому 1% в день потеряли, все, торговлю сегодня остановили, анализируем рынок, отдохнули, успокоились. То есть выключить монитор лучше, чтобы немного разгрузить свои психологические переживания. Потому что, безусловно, это крайне негативно. Когда мы получаем стоп, это не нравится абсолютно никому. Я думаю, нет таких трейдеров, которым нравится получать убытки. Это уже какой-то мазохизм получается. Поэтому лучше всего остановить торговлю, а выключить свой торговый терминал. Просто забыть о торговле на некоторое время. И уже на следующий день, там рано утром, вновь включить свой торговый терминал, начать анализ заново. То есть начинаем новый день, заново с чистого листа, и у нас опять риск 1% на весь день. То есть лимит потерь на день 1%. Соответственно, если мы вновь получили убыток на 1% в день, то все, наша торговля прекращается. Остаток недели мы просто отдыхаем, анализируем рынок, изучаем текущие ошибки. То есть мы не должны потерять в неделю больше, чем 2%. Чем удобен данный подход, данный риск менеджмент? Тем, что мы уже заранее знаем, что мы потеряем в месяц не более 4%. Соответственно, у нас от 100% останется 96%. То есть мы в любом случае через месяц можем вернуться на рынок. И в случае, если удача будет в нашей стране, удача – это общее такое слово. А удача, что подразумевает это? Правильный фундаментальный технический анализ. Не просто нам там повезло. Просто так никому не везет. В долгосрочной перспективе, конечно, может иногда повезти. Но в долгосрочной перспективе необходимо работать, работать усиленно, проводить и фундаментальный, и технический анализ. Поэтому здесь мы имеем шанс вернуться на рынок через месяц. И если все у нас хорошо сложится, то мы эти потери можем вернуть и даже можем выйти в небольшой плюс. Ну а там дальше зарабатывать. Потому что если мы имеем строгий риск менеджмент, то мы заранее знаем, что, допустим, на этой неделе мы больше 2% не потеряем. У нас не будет гигантских просадок, и в месяц также мы 4% не потеряем. Обычно у большинства трейдеров как? Никакого риск менеджмента нет. Правила управления капиталом в целом сводятся к тому, что сегодня могу и 1% в день зайти лимитом, завтра могу 1% только на одну сделку. А сделок у меня будет 3 в европейскую сессию, в американскую сессию. Допустим, по паре евро-доллар одну сделку, по нефти две сделки проведу. И получается такой хаос, в общем, хаотичное такое управление капиталом. И в итоге трейдеры не знают абсолютно, что у них будет через месяц. То есть у них может быть либо плюс, и также они не знают, сколько у них будет убытков. У них может быть, допустим, минус 2% от депозита, может быть минус 20%, может быть минус 50%. Это крайне неправильно. Нам необходимо всем учиться торговать от риска. То есть сначала определяем риск, а потом уже думаем о заработке. Мы всегда должны знать, сколько мы можем потерять. Потому что все трейдеры, не все, конечно, но многие, особенно начинающие трейдеры, все бегут в бой, и в этой связи они думают только о заработке. То есть сначала все думают, вот есть хорошее движение, там поставлю стоп небольшой, 3 к 1, там 4 к 1, 10 к 1, получу там 30% от депозита, и уже там буду либо дальше депо разгонять, либо сразу же денежку сниму и побегу ее тратить. Все думают о том, как тратить. То есть все уже заранее распланировали свои будущие покупки, недвижимость, автомобили, другие товары, там краткосрочного и долгосрочного потребления. Там уже кто-то в путешествие виртуальное съездил по всему миру на доходы от трейдинга. Это крайне неправильно. Сначала нужно начинать весь трейдинг с того, что определить, сколько мы готовы рискнуть. Все уже зависит от вашего подхода к риску, от ваших психологических особенностей, о чем мы говорили в самом начале нашего вебинара. То есть если мы трейдеры агрессивные, тогда у нас один риск менеджмент. Если мы трейдеры консервативные, соответственно у нас другой риск менеджмент. Поэтому всегда мы начинаем в первую очередь трейдинг с того, что определяем свой психотип. То есть кто мы, агрессивные либо консервативные трейдеры. Сколько мы готовы рискнуть? Если мы готовы рискнуть побольше, значит мы трейдеры агрессивные, если поменьше, то мы трейдеры консервативные. Сначала определяем свои риски, чем мы готовы рискнуть, затем уже думаем о возможных прибылях. Обычно получается наоборот. Все думают о прибылях, никто о рисках не думает. И в итоге что мы видим? Как говорится, статистика вещь упрямая, но она статистика. С этим ничего не поделаешь. По статистике 15% трейдеров зарабатывают, 85% трейдеров теряют. Как раз получается, в этом числе 85% трейдеров, основная масса тех трейдеров, которые уже заранее спланировали свою прибыль и спланировали все свои будущие покупки. То есть они заранее записали себя в миллионеры. Тем не менее, количество миллионеров у нас особо не прибавляется от биржевой торговли. Конечно, у нас есть миллионеры от трейдинга, но тем не менее их не так много. А вот виртуальных миллионеров, которые живут в своем сказочном мире, их очень много. Поэтому всегда используйте риск менеджмент. И тогда вы будете знать, сколько вы можете потерять. То есть чтобы для вас не было такого негативного сюрприза, что начали торговать 1 апреля, а уже в последний день апреля, 30 числа, у нас отсчет осталось всего лишь половины. То есть половину депозита мы потеряли. И, соответственно, если мы потеряли половину депозита, то только чтобы нам выйти в ноль, вернуться на круги своя, нам необходимо удвоить наш депозит. Допустим, мы в апреле половину потеряли, как вот у нас Лев в чате написал, 50% риск на сделку. Допустим, получили мы сегодня убыток, или вчера убыток, или завтра получим. Такие шансы есть, они очень высокие. И у нас осталось 50%. Так вот, для того, чтобы нам вновь вернуться на круги своя, просто в ноль выйти, нам необходимо заработать уже 100%. То есть потерять 50% это дело такое несложно. А вот заработать 100% это уже гораздо такое дело трудоемкое. Поэтому всегда об этом помните, что если вы половину потеряли, вам необходимо 100% заработать, чтобы вернуться на круги своя. А вот если вы потеряли 4% за месяц, то вам необходимо 4,5% заработать, чтобы вернуться на круги своя. То есть, грубо говоря, сколько вы потеряли и столько же вам необходимо заработать практически, то есть немного побольше. А если вы потеряли 50%, то если вы заработаете 50%, то вам этого не хватит, вам нужно будет еще зарабатывать. Поэтому всегда имейте строгий риск менеджмент и всегда контролируйте свои риски. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Раздавайте, пожалуйста, свои вопросы, у нас еще есть немного времени, я на них с удовольствием отвечу. Так, раньше вы практиковали коллективный трейдинг, нельзя ли повторить? Олег, благодарю за обратную связь, за ваши пожелания. Если у нас будет спрос на данный вебинар, то мы обязательно проведем данный вебинар. Мы подумаем над этим, большое вам спасибо за информацию. Если будет много желающих, тогда мы обязательно повторим и будем вновь проводить данный вебинар, составлять прогнозы и зарабатывать на этом. Будет вебинар с готовыми стратегиями. Александр, безусловно, будут. Мы в минувшем году проводили вебинар с готовыми стратегиями, в 13-м году проводили такой вебинар. И в этом году обязательно такую традицию повторим, обязательно вебинары будут. Вот на будущей неделе поговорим о российской валюте. Сегодня было много вопросов на нашем вебинаре по обзору валютного рынка. Сегодня много вопросов по российской валюте. Спрашивали, что же ожидать, роста котировок или снижения. И вот на будущей неделе мы проведем вебинар такой, в четверг, тематический вебинар. Поговорим о рубле, о тенденциях на текущий год 2015. Потому что тенденции очень интересные. На рубле также можно будет заработать. Поговорим о том, как непосредственно заработать на спекуляциях с участием российской валюты. Также в какой валюте наиболее эффективно хранить сбережения. Вот в году 2013 мы проводили такой же вебинар по российской валюте, по сбережениям в декабре 2013 года. И тогда я предложил трейдерам, которые присутствуют на этом вебинаре, открыть долларовый депозит на один год, на 2014 год. И вот данный вид инвестирования, сбережений, он в итоге принес очень хороший доход всем тем трейдерам, которые воспользовались таким советом. Как вы помните, в минувшем году доллар очень сильно вырос. И плюс можно было получить доход непосредственно от банковской ставки. То есть получить двойной доход. И вот разница котировок, и банк еще насислил проценты на банковский депозит. И вот в этом году, на будущей неделе мы вновь проведем такой же вебинар. Поговорим о российской валюте в четверг, 16 апреля, традиционно в 5 вечера по московскому времени. Также сделаем прогноз на год текущий, 2015. Заранее приглашаю всех желающих принять участие. Как обычно, принять участие можно на нашем сайте freshforex.org. У нас есть раздел обучения, видео уроки. И там будет ссылка на данный вебинар. Рубль, перспектива на 2015 год. На будущей неделе вебинар в четверг. Что касается инвестидеи, также будут вебинары и по инвестидеям. И мы непосредственно также инвестидеи будем на будущем вебинаре по российской валюте. В том числе инвестидеи, она будет такая долгосрочная. На несколько месяцев. И все трейдеры могут ей воспользоваться. И трейдеры агрессивные, и трейдеры консервативные. Особенно консервативные трейдеры, которые не любят много времени уделять торговле. И не готовы много рисковать. То есть, в том числе, дам я рекомендацию на следующей неделе по российской валюте. Так, а такой вебинар о фундаментальных индикаторах нельзя ли провести? Подробно рассмотреть какие показатели, как они влияют на рынок. Олег, благодарю за вопрос. Что касается вебинара по фундаментальному анализу, мы тоже такие вебинары проводим. Что касается непосредственно тех индикаторов, о которых я сегодня говорил, обязательно проведем. Поскольку индикаторов три, я думаю, лучше всего, наверное, будет провести непосредственно три вебинара. Потому что в одном вебинаре крайне тяжело будет рассказать о всех особенностях, о всех нюансах. Что инфляционных компонентов, что рынка труда. Поэтому будем проводить непосредственно три вебинара. Потому что там есть свои особенности, свои нюансы. о которых необходимо поговорить. И также проведем вебинары непосредственно по денежно-кредитной политике. Это уже будет через две недели, 23 апреля в 5 вечера. Также мы поговорим о том, что такое денежно-кредитная политика центральных банков и о том, как она влияет на тренды на валютном рынке Форекс. То есть вебинар будет непосредственно по фундаментальному анализу. Если на будущей неделе вебинар практический, по рублю, поговорим о том, что же нам делать с российской валютой, то уже через две недели вебинар строго по фундаментальному анализу. Рассмотрим монетарную политику о том, что это такое, поговорим более подробно. И также научимся, как нам с помощью денежно-кредитной политики определять тренды на валютном рынке Форекс. То есть вебинар по фундаменту будет через две недели. Олег и все другие участники нашего вебинара заранее приглашают всех желающих принять участие в этом вебинаре. Также благодарю вас за обратную связь, Олег и Александр. мы обязательно проведем вебинары на те темы, которые вы указали. Еще раз благодарю вас за обратную связь. Также, уважаемые коллеги, если у вас есть какие-либо пожелания к нашей компании, что касается вебинаров или любых других, допустим, вопросов, вы также можете писать в чат, и все ваши вопросы обязательно будут рассмотрены. Как вы прокомментируете вчерашний отчет ФРС? Что касается отчета ФРС, то здесь получается такой смешанный фон, Игорь. Федрезерв указал на то, что... Вчера у нас был неотчет, вчера у нас были протоколы. И протоколы, они подтвердили тенденцию 18 марта. Здесь ничего нового не было, то есть, такие были обтекаемые фразы. Некоторые участники рынка, некоторые участники комитета, не рынка, а комитета, указывают на увеличение ставок, некоторые на сдерживание таких настроений. То есть, несколько человек готовы ставки повышать, несколько человек не готовы ставки повышать. И вот такие были общие обтекаемые фразы. На мой личный взгляд, здесь сейчас это все вторично, сейчас, судя по текущему дню и по вчерашнему дню, у нас на первое место выходит облигационный рынок, непосредственно динамика облигационного рынка, долгового рынка, и вот здесь уже непосредственно сигналы генерируются. Об этих сигналах, о сигналах долгового рынка, сегодня очень хорошие, сильные сигналы появились, как я уже говорил, ближе к американской сессии. Вот на минувшей неделе мы проводили вебинар по облигационному рынку, поэтому вы можете посмотреть данный вебинар в архиве. На нашем сайте уже есть видеозапись, мы там говорили о том, что такое облигации и как с помощью облигации можно анализировать валютный рынок Форекс и фондовый рынок. И вот сегодня сигналы сгенерировались, и завтра на нашем вебинаре по обзору рынка мы обязательно об этом поговорим. В 10.30 в Москве приглашаю вас принять участие в данном вебинаре. Так, про тестирование торговых стратегий. Олег, что-то касается тестирования торговых стратегий, то здесь, понимаете, если имеется в виду теханализ, то это все тоже, на мой взгляд, вторично, потому что по технике вы можете стратегию протестировать, но в тестировании торговой стратегии, в том тестере, который есть в метатрейдере, не учтен один главный фактор. А фактор это тот, что могут спреды раздвигаться, могут быть реквоты и так далее, тому подобное, потому что на важных новостях традиционно у нас всплески волатильности, бывают гэпы даже, то есть разрывы по ценам на графиках, поэтому тестер стратегии, он всего этого не учитывает, то есть он не учитывает реального фактора, который у нас сейчас в реальное время. И поэтому здесь можно тестировать, можно подгонять торговую стратегию, но по большей части это особо неэффективно, потому что лучше всего, если тестировать стратегию, то не через тестер торговых стратегий, а непосредственно берете небольшой реальный счет, не демо счет, а именно реальный счет, допустим, откройте там долларов на 50. И самым минимальным лотом, который только возможен по инструментам, и торгуете непосредственно уже, тестируете свою стратегию в режиме реального времени. И вот тогда вы уже увидите, что из себя представляет ваша торговая стратегия. А тот тестер, который есть в MedTrader 4, он не учитывает самый главный фактор реальной торговли и в этой связи показывает такие искаженные данные. Поэтому тестируйте на небольших, минимальных таких центовых счетах, небольшой счетик откроете и в режиме реального времени тестируете, и вы увидите, что же вам в итоге подкорректировать в вашей торговой стратегии, в ваших индикаторах. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание, желаю всем успешной торговли, попутного тренда, только профитов, вне зависимости от того... Продолжение следует...